Здравствуйте! С вами Марина Романюк. О том, чем запомнилась среда в городе, расскажу прямо сейчас. Смотрите в выпуске. Жара в Ташкенте. В центре Рязани огнеборцы спасали горящие кафе. Домашняя работа. Павел Молков проверил выполнение поручений на местах в Заокске километр хлама. Специалисты Россельхознадзора вместе с нашей съемочной группой обнаружили очередную несанкционированную свалку. В Рязани практически в центре города сгорело кафе Ташкент. Правда, не полностью, но страх у посетителей и прохожие натерпелись изрядно. Впрочем, пожарные сработали оперативно. Подробности далее в сюжете. А на самом деле далеко не все. Огонь пылает только внутри помещения. Снаружи кафе выглядит вполне себе целым. Да и саркастические комментарии, которые появились в сети сразу после публикации сообщения о пожаре, например, жарко как в Ташкенте, тоже были неуместны. Персонал сработал четко, говорят в МЧС. Посетители эвакуировали сотрудники кафе. Возможно, поэтому информации о пострадавших и нет. Тушение же пожара доверили уже профессионалам. 2 августа в 19 часов 55 минут поступило сообщение о загорании в кафе на улице Коширина, город Рязани. В 20 часов 8 минут пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. В 20 часов 13 минут произошла ликвидация открытого горения. В Тушении принимали участие 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Сегодня кафе внешне выглядит вполне себе целым. Об ушевавшем здесь пожаре напоминает только слегка обгоревшая вывеска. Доразбитое окно. Неоновая табличка открыта, по понятным причинам неверна. Да и неизвестно, когда она загорится вновь. Вызов на пожар в городе был единственным за прошедшие сутки. А вот в области было погорячее. Пожарные подразделения 13 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. Сотрудники МЧС напоминают, что сейчас действует особый противопожарный режим. И в лесные массивы въезд запрещен. Штраф за разведение костра для граждан до 50 тысяч. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Об особым противопожарном режиме говорил на правительстве и временно исполняющий обязанности губернатора Павел Молков. Он призвал чиновников быть на чеку, но вначале спросил с них за обращение с жителей. Подробности далее. Исполнение поручений в Рио губернатора для чиновников теперь стало и таким домашним заданием перед контрольной. На этот раз начали с выдоснабжения Старожилова. Там, по словам местных, краны начинают работать только по ночам. Разъяснительные беседы с жителями провели. Два насоса поменяли, отчитался глава района. Теперь, видимо, жалобы отсюда станут реже. В Скопинском районе жители ждали ремонта дороги у Сретенского собора, если быть точным, пяти участков. Районные власти пакет документов подготовили, насчитали на 4,5 миллиона. Теперь ждут денег. Минфин прошу оперативно тогда отреагировать. Деньги небольшие, а финансовую сторону вопроса надо решить. А жителей прошу еще немного потерпеть из близлежащих домов. Потерпеть с ремонтом дороги придется и жителям Шиловского района. Трех с половиной километровый участок автодороги Полтавка-Аделина-Мелехова традиционно для рязанских дорог напоминает прифронтовую ракаду. Ямочный ремонт здесь проводят регулярно, но, судя по видео и соцсетей, это не особо-то помогает. И тем не менее, местные власти упорно настаивают именно на ямочном ремонте. Три с половиной километра, о которых вы говорили, находятся в критическом состоянии. Общая протяженность этой дороги, которая находится на балансе дирекции дорог Рязанской области, 13,3 километра. В течение минувшей недели специалистами ДДРО и Рязань-Автодора была проведена работа по оценке ее состояния. Было принято решение о технологии ее ремонта. И с четверга, то есть 4 августа, Шиловская ДРСУ приступает к ремонту первых шести километров этой автодороги картами. Другой вид ремонта там невозможен. Оставшиеся семь километров в текущем году будут отремонтированы методом проведения ямочного ремонта. Отдельно Павел Молков остановился на соблюдении противопожарного режима. В области уже начались первые возгорания. Например, в Клепяковском районе горит торф, там уже все окопали и блокировали, но почивать на лаврах рано. Я ко всем коллеге обращаюсь и к профильным ведомствам и главам администрации усилить информирование по запрету въезда в леса и по всем остальным противопожарным мерам и мероприятиям. Пока еще мы видим, что в том числе возгорание происходит из-за нарушения вот этих самых установленных ограничений. Давайте мы в этом направлении работу еще больше усовершенствуем. Пока что статистика на стороне властей. Очагов на 62% меньше, чем в прошлом году. Но Рязань на карте прогнозов лесных пожаров в так называемой красной зоне, самой опасной. То есть все только начинается. Очередную несанкционированную свалку сегодня зафиксировали сотрудники МЧС и Россельхознадзора снова в области. На этот раз стихийный полигон обустроили близ села Заокское. На место выдвинулась и наша съемочная группа. Здесь у нас земельный участок сельскохозяйственного назначения, на котором в северной части мы, соответственно, обнаружили захламление твердыми бытовыми строительными отходами на площади 900 квадратных метров. На этой свалке можно найти практически все. Вот детали автомобиля, а вот доски до шифер. Такая горка собралась явно не за день. Это долгая и плодотворная работа. Обнаружили свалку местные жители. Рядом сельхоз ближайшего поселения Заокское. Люди обратились в контролирующие органы. И на уже привычное место с совместным рейдом прибыли сотрудники Россельхознадзора и МЧС. Бывали прецеденты. Площадь данных свалок, она то уменьшалась, то, соответственно, увеличилась. На этом месте? На этом месте, чуть подальше. Мы, соответственно, проводили ранние проверки. Заставляли правонарушителей ликвидировать данные захламления. Ну, соответственно, часть захламления ликвидировалась, часть разрасталась. ООО «Агрокапитал», а именно этому юрлицу принадлежит данная территория, нарушают не в первый раз, говорят сотрудники. Сейчас ко всему воруху претензий добавился еще один пункт. Горы мусора могут и загореться. И в перспективе огонь перекинется и на ближайший населенный пункт, и на леса. Нарушение требований пожарной безопасности никак со временем года не связано. Из юрлицу может прийти еще одно предостережение, уже от МЧС, по административной статье. Либо предупреждение, либо штраф до 400 тысяч. А вот с предостережением от управления Россельхознадзора есть один нюанс. На данный момент в связи с специальной военной операцией проверки у нас пока приостановлено. Поэтому мы можем обследовать данный земельный участок, выявить это закламление, рассчитать площадь и соответственно выписать предостережение с последующим устранением данного правонарушения, с ликвидацией свалки и соответственно с рекультивацией нарушенной площади. Если предостережение не сработает, сотрудники управления Россельхознадзора напишут обращение в природоохранную прокуратуру и будут всячески пытаться организовать проверку. Просто так говорят, ситуацию не оставят. А пока что стандартная процедура. Отбор проб на химико-токсикологические показатели с двух разных глубин. Эти пакеты с землей отправят в Тульскую лабораторию. Исследуют на бензопирен, медь, цинк, железо и другие тяжелые металлы. А если обнаружат, сумма ущерба станет больше. Но это как снимут ограничения. Тогда сразу же пройдет так называемая документарная проверка. Со всеми вытекающими. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Партнер программы «День города», выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное, свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. Астрология невероятно популярна. Причины тех или иных событий в жизни, своего плохого настроения или ссор с близкими очень удобно объясняют стечение обстоятельств, складывающиеся на звездном небе. Итак, о важных встречах планет в ближайшие дни и как это отразится на жителях Земли Светлана Абрамова. Каждое небесное тело, согласно астрологии, наделено определенными силами и отвечает за ряд сфер жизни человека. Марс отвечает за силу, энергичность и способность к решительным действиям. Уран – планета свободолюбия и независимости. Северный лунный узел, он же Раху, символизирует те программы подсознания человека, которые, как считается, впервые возникли у него в этой жизни. Они часто связаны с расширением социального восприятия, участием человека на новом уровне в общественных программах. Можно сказать, что северный узел имеет оттенок Юпитера. Марс с Ураном сейчас находится в точном аспекте. Фактически они стоят в одном градусе, и там еще к ним они присоединились к северному восходящему узлу. И эта вся конфигурация, она обеспечивает сейчас очень мощный выплеск энергии. Плюс Солнце находится в знаке Льва, что дает каждому желание заявить о себе, заявить о своей индивидуальности, привлечь внимание. Иногда это может быть привлечение внимания любым способом, не всегда адекватным. Как вы поняли, аспект не самый дружелюбный, можно сказать, провокационный. Соединение Марса с Ураном – это всегда желание некой авантюры. Быстро, легко, чего-то добиться, куда-то успеть, что-то, может быть, схватить, урвать, убежать. Вот подобные вещи сейчас как раз не проходят. Делать это категорически нельзя. И мало того, это не то, что связано как-то с насилием, а может быть, с желанием какой-то быстрой наживы. Может быть, там, какой-то, опять же, у кого-то может быть желание скорости, еще чего-то, каких-то сверхдостижений в этот момент. Нет, к сожалению, сейчас это как раз невозможно. Зато самое время начинать обучение, восприятие чего-то нового, даже новаторского. То, что раньше не давалось и было неподвластно, сейчас пойдет очень легко и найдет благодатную почву. Это может стать прорывом. Новые книги и фильмы, ищите в них вдохновение и окажетесь, что называется, в тренде. Максимально спокойно прожить это время и, опять же, не пытаться ни с кем выяснять отношения. Не начинать каких-либо новых, неожиданных таких дел. Не выяснять отношения с близкими и друзьями. Потому что наше мнение, мы будем сейчас, так скажем, доминировать и пытаться всех подавить. А у них будет то же самое. Обрисованный Светланой аспект недолгосрочен. Он продлится несколько дней и уже к выходным станет попроще. Однако Венера перейдет в знак Льва, а Меркурий в знак Девы, что в переводе означает желание выделиться и показать себя, иногда методом манипуляции, которая проснется буквально у всех. Желание плести интриги на работе, например, может возникнуть как у нас, так и в отношении нас. Будьте внимательны и осторожны. Икра и рыба камчатская. Это словосочетание вызывает аппетит только своим звучанием. А для тех, кто уже попробовал продукцию с выставки продажи, не требуется дополнительных рассказов. Свежая рыба на любой вкус снова возле торгового центра «Премьер». Ценности кулинарные тоже бывают разными. Икра всегда считалась одним из самых экзотических и дорогих продуктов. На память приходит киношная царская трапеза в Иван Васильевич, который меняет профессию. Тазик икры черной, тазик икры красной и горошинка на блюдечке икры заморской, баклажанной. Да что там говорить. Икра и по сей день считается деликатесом и стоит немало. Красная икра – натуральный рыбный продукт. Деликатес, отличающийся не только изысканным вкусом, но и богатым химическим составом. В красной икре содержится белок, витамины, минералы, такие как йод, фосфор и кальций. А также жирные кислоты омега-3 и омега-6. У них икра очень хорошая. Просто сейчас бутерброды на даче делать, ну, плохо, конечно, будет расплываться все. Зимой брала. Прям очень вкусно, все хорошо. Несмотря на высокую калорийность, деликатес не запрещено включать в диетическое питание. Икра полезна мужчинам-спортсменам, в частности тем, что на 30% состоит из белка и помогает укрепить сердце. Количество углеводов настолько минимальное, что их можно не учитывать. Зато показатель белков приятно радует людей, занимающихся спортом и следящих за весом. Женщинам употребление икры поможет поддерживать красоту волос и кожи. Не менее полезна для красоты и здоровья рыба, особенно красная, которой на выставке-продаже богатейший выбор. Невкуснее, во-первых, вкуснее, видимо, на тлов свежее, да. Даже очень, так бутербродик от души скушаешь. Продукция на выставке-продаже свежая, тает во рту и потому, попробовав раз, сюда возвращаются. Белорыбица, чавыча, омуль, окунь и нерка. Выбор огромен, а о качестве говорят постоянные покупатели и не сокращающаяся очередь. До 6 августа включительно, возле торгового центра «Премьер». Икра и рыба камчатская. Не пропустите. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. До свидания. Рязань, встречай! Свежий лов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 1 по 6 августа. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова